Олимп Самый большой вулкан и самая большая гора в Солнечной системе – это одно и то же – Олимп на Марсе. Олимп является щитовым вулканом, высота которого составляет 26 километров, что практически в три раза больше высоты Эвереста. В отличие от Эвереста, у Олимпа очень пологий спуск, из-за чего средняя ширина основания вулкана составляет 550 километров. Олимп – это результат огромного количества извержений и тысяч потоков базальтовой лавы, которая непрерывно изливалась на поверхность. Впечатляющие размеры горы вулкана связаны с отсутствием движения тектонических плит на Марсе, что позволяло одному участку сохранять свое местоположение над наиболее активным очагом лавы, набирая высоту при каждом последующем извержении. Изучая спутниковые снимки Красной планеты, можно без труда разглядеть шрамы, оставленные потоками лавы, вырывающейся из недр планеты в далеком прошлом. Многие следы имеют специфические дамбы по краям, что объясняется постепенным затвердеванием потока из-за перепада температур. На более детальных снимках можно увидеть разрушенные лавовые трубки, представляющие собой не широкие, но глубокие, словно пиздонные пустоты. Согласно данным, полученным орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Mars Express, возраст застывших потоков на северо-западном участке основания Олимпа колеблется от 2 до 115 миллионов лет. Поскольку эти потоки геологически молодые, то это может указывать на то, что Олимп все еще активный вулкан. Кальдерный комплекс Олимпа состоит как минимум из шести пересекающихся кальдер и их сегментов. Каждая кальдера образовалась в момент обрушения грунта, под которым появились пустоты, вызванные отступлением под поверхностного магматического очага. Другими словами, каждая кальдера является доказательством отдельного мощного извержения. Возраст кальдер Олимпа колеблется от 350 до примерно 150 миллионов лет, что позволяет определить период особой вулканической активности на Красной планете. Олимп – крайне интересный объект Солнечной системы, который довольно хорошо изучен. Исследования будут продолжены в будущем, как и исследования всей планеты, способной стать вторым домом для человечества.